В общественной полиэтнической библиотеке Союза журналистов ТУВ прошла встреча с фотографом и начинающим режиссером документального кино Натальей Харламовой. Она прошла в рамках цикла занятий по проекту «Мобильная школа толерантности» и носила неформальный характер. Оттого и беседа получилась очень теплой и отчасти даже о чем-то личном. Встречу открыла руководитель проекта Надежда Антуфьева знакомством с гостей. Наталья Харламова – выпускница журфака МГУ, ученица известного фотомастера Александра Лапина, а в настоящее время студентка школы документального кино и театра Марина Разбешкиной. С тем, кто пришел, Наталья делилась историями из жизни, которые стали знаковыми в ее творческом пути. Как впервые взяла в руки фотоаппарат, почему поступила на журфак, давала профессиональные советы. Ведь в какой-то степени эта встреча была организована Союзом журналистов для обмена опытом коллег. Уникальность фотографии в том, что это сотворчество художника и природы. Это всегда игра на двоих. Это тоже для меня очень важно, потому что я в какой-то момент осознала, что то, чем я занимаюсь, это в общем-то сотрудничество с жизнью. Все пришедшие на встречу смогли посмотреть работы Натальи. Отдельное место в ее творчестве занимают съемки детей с аутизмом. По признанию фотографа, однажды для себя она поняла, что ей стыдно просто так снимать этих людей. Захотела, чтобы ее работа приносила пользу. Так и появились несколько кинопроектов. Ты живешь вроде как в реальности. Думаешь, что в реальности. Есть какие-то у тебя определенные планы. У меня была абсолютно другая профессия. Кто же знал, что я буду ползать на коленках, кидать кубики. До такой степени этому так радоваться, веселиться, когда ребенок произносит звука. В Туве Наталья оказалась неспроста. Здесь снимает дипломную работу о жизни на Чебанской стоянке. В республике не впервой, по словам фотографа, каждый раз она не знала, чем закончится поездка. Я приехала в этот раз в Туву, в принципе, как и в прошлые разы. Это четвертый мой раз в Туве. Я приехала абсолютно без понимания, где я буду. Что я здесь буду делать, где я буду. И всякий раз приезд сюда, да и в общем-то, любой проект, который я начинаю, это как прыжок в пропасть. Когда ты не знаешь, чем это все закончится. Изначально героем фильма Натальи должен был стать ее друг, опытный табунчик, дядя Мадара, у которого она жила каждый раз, как приезжала в республику. Но, к сожалению, мужчина умер. Героиней фильма выступит его дочь. Так что в скором времени, как говорит Наталья, появится правдивая картина о жизни в Туве через судьбу одного человека.